871 день войны. В СУ нанесли удары по аэродрому в Мариуполе. В результате удар уничтожен как минимум за РКС-300В. Также беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. Она до сих пор горит. В Волчанске Харьковской области продолжаются бои. Россияне немного продвинулись, но все еще не смогли прорваться к агрегатному заводу, где расположены их сослуживцы, которые все еще блокированы. Вашингтон-Пост пишет о том, что в СРФ в принципе чудовищная ситуация с логистикой на этом направлении. Солдатам выдают по 250 миллилитров воды в день. В Карловке пока удается отбивать российские штурмы, а вот по Красногоровке ситуация ухудшается. Об этом сообщают украинские военные. Z-блогерка Анастасия Кашеварова написала огромный текст, в котором признала, что отправка на передовую раненых это не единичные случаи, а система. И ситуация становится все хуже, что свидетельствует о явных проблемах с личным составом, пишет она. Подробно с ее рассказом и впечатляющими подробностями ознакомлю вас в середине видео. Сухой суперджет разбился в Подмосковье. Z-каналы бьют тревогу и обращают внимание на то, что обслуживать самолеты становится все сложнее. Все то, о чем говорили экономисты в первые месяцы войны и над чем сейчас принято смеяться, становится реальностью. Вопрос был лишь во времени, которое это займет. Ну а согласно старой поговорке, не рой яму другому, сам в нее попадешь. В России большие проблемы с электричеством. В южных регионах сотни тысяч человек остались без света, а в Махачкале люди даже устраивают по этому поводу митинги. Заметьте, при этом их никто не бомбил. Об этом и многом другом свежей не сводки, поддержать которую вы можете вашим лайком, комментариям, подпиской на канал. Также вы можете поддержать канал финансово на сервисе Patreon. Ссылка будет в описании, там есть различные уровни подписки, но любая помощь каналу, безусловно, это вклад в его продолжение деятельности, независимость и объемы его контента. Спасибо большое всем патронам, которые уже сейчас делают возможным существование этого канала. Как вы видите, рекламы нет на нем, интеграции возможных по разным причинам. Что-то мне не подходит, кому-то я не подхожу, уголовка, инагентство и так далее. Поэтому за счет вас каналы существуют. Так что, если вы давно думали, почему бы не поддержать, то вот сейчас хорошее для этого время, особенно в преддверии блокировка Ютуба в России. Но об этом чуть позже. Итак, переходим к тому, что происходило за последнее время на линии фронта и что касается войны. ВСУ нанесли несколько ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации. Так пришелся удар по Мариуполю. Он был нанесен по аэродрому. По крайней мере, по сообщениям украинских пабликов, был поражен именно военный аэродром. Аналитики очень хорошего украинского осенпроекта Киберборошна, которую я с недавних пор произношу правильно, геолоцировали место прилета как аэродром. И на основе имеющихся у них снимков, сделанных там ранее, пришли к выводу, что было поражено место дислокации ЗРК С-300В. А что еще было поражено на этом аэродроме и есть ли еще дополнительные разрешения, надеюсь, узнаем в скором времени. Как минимум, из спутниковых снимков, которые традиционно опубликует Радио Свобода, так как они богатые медиа, спонсируемые госдепом, и они могут покупать себе снимки по 10 тысяч долларов. Ну а также, я надеюсь, на наш любимый с вами телеграм-канал Досье Шпиона, что он тоже что-нибудь нам расскажет. В результате же атаки БПЛА в Ростовской области, не надо думать и гадать, все и так видно. Там загорелась нефтебаза. Беспилотник атаковал нефтебазу возле Цемлянска после 4 утра. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев. На кадрах видно, что все горит, все полыхает. По информации даже из Z-каналов, таких как МЭШ, значит, пришелся прилет ровно вот по нефтебазе. Ничего там не сбито, не перехвачено было. Все пришлось ровно в нее. Ни первая, ни последняя нефтебаза. ВСУ продолжает свою полномерную работу по обескровливанию российских войск, потому что буквально топливо это и есть кровь войны. И, собственно, ее и перерубают ВСУ. Ну а теперь непосредственно к боям. Дипстейт отмечает продвижение вооруженных сил Российской Федерации в северо-западной части Волчанска на севере Харьковской области. Однако, судя по карте проекта, им пока не удалось выйти к отрезанным на агрегатном заводе российским военным. В целом, продвижение в Волчанске российской стороны не то чтобы прям большое. При этом у России там есть серьезные проблемы с логистикой российских войск на этом участке из-за результативных ударов ВСУ по линиям коммуникации в ЦЛУ, в том числе благодаря разрешению бить по территории России в страны Соединенных Штатов, по именно Белгородской области. Удары по линиям снабжения вооруженных сил Российской Федерации там и на севере Харьковской области привели к дефициту продовольствия и воды у российских военных, оказав серьезное воздействие на их наступательные возможности. Об этом пишет Washington Post. Как следует из перехваченных радиопереговоров, они вынуждены, например, экономить воду, выделяя всего 250 мл на человека в день. Вообще, можете себе это представить. Кстати, заодно посмотреть прогноз погоды в Украине, там, где жара плюс 40, я думаю, что, конечно, это тяжело, когда ты бегаешь в тяжелой разгрузке, с автоматом, со всем снаряжением, что килограмм, наверное, 10-12 это суммарно достигает. Хотя, ну, непонятно, может и больше, может и меньше, в зависимости от того, что именно на них. И вот, значит, ты постоянно в напряжении, постоянно ведешь огонь, перебегаешь и так далее. И вот у тебя 250 мл человека в день. Это не значит, что они пьют по 250 мл в день. Это, скорее, значит, что они пьют грязную воду. Такая же история есть на Херсонском направлении. То есть, они пытаются ее как-то фильтровать. Получается, плохо. В итоге всевозможные заболевания, диареи и так далее. То есть, судя по всему, российским войскам очень не сладко в Харьковской области. В одном из перехваченных разговоров, пишет Washington Post, военнослужащий, рассказывал своим родителям, что находится вблизи деревни Липце. Это тоже Харьковская область, где его подразделение потеряло несколько человек и закончилось продовольствие. Нам нечего было есть, но мы нашли кувшин вина и пили его два дня, поделился военный. Издание отмечает, что не смогло независимо подтвердить достоверность аудиозаписей расшифровок, но получил их непосредственно от солдат, наблюдавших за общением в режиме онлайн. Действующее в Харьковской области украинское подразделение БПЛА публикует фотографии дороги смерти, усеянной подбитой российской техникой. И там как раз видно, как именно устроены эти проблемы с плогистикой. То есть, российские, они на разном переводят, на буханках, много на чем. Вот они едут по этой дороге смерти и, соответственно, БПЛА их уничтожают. Перейдем теперь к Карловке, которую Россия активно штурмует. Офицер военнослужащего украинской армии пишет, что ценой больших усилий затормозили наступление россиян в Карловке. Плюс непростой рельеф и наличие водохранилища создают проблемы, собственно, и украинцам, и противнику. Но темпы российского наступления не такие, как две недели назад. В Красногоровке, пишет он же, ситуация куда хуже. Постоянные продвижения врага на север населенного пункта, очевидно, после его захвата. Группировки противника начнут движение также в направлении Карловки для создания угрозы оцепления наших войск в районе Невельского. В целом, чтобы вы понимали, это там заочеретено слева, если смотреть на карту, так как она расположена в Дипстейпе. Постоянно пытаются охватывать наши войска с флангов, отмечает он. То есть, в целом, мы видим, что Россия, да, продолжает наступление, продолжает пытаться давить, не считаясь потерями. И это будет, как минимум, до конца июля, а, возможно, и в августе тоже. Собственно, Майкл Коффман, о котором мы с вами говорили позавчера, говорил о том, что ближайшие два месяца, это вот как раз история большого российского, не хочется говорить последнего, точнее, хочется, но, значит, не хочется отглазить на карта. Подробнее про Донецкую область в районе Маринки. По информации из этого канала Юрий Котенок, украинские войска оставляют улицу за улицей, как раз в Красногоровке, но происходит это за счет местных штурмов, как пишет он сам. Говорит, что это происходит, несмотря на самодушство командования российской армии и конкретных подразделений. Автор канала Офицер согласен, как я уже сказал, что ситуация в Красногоровке становится хуже. Украинский военный обозреватель Константин Мышавец приводит оценку ситуации в целом во полосе действия группировки «Войск-центр» вооруженных сил Российской Федерации от Угледарского выступа до Торецкого направления. Он отмечает, что российское командование стремится всеми силами не дать ВСУ закрепиться по барьерному рубежу, проходящему по рекам Волчья, казенный Торец и Бычок. Наиболее ожесточенные бои, по его оценке, ведутся в центральном и южном секторах линий боевого соприкосновения к Северот-Авдеевке. Мышавец делает вывод, что либо командование группировки «Войск-центр» уверено в получении стратегических резервов. Тут, конечно, получается вопрос, откуда нахрен, потому что нигде этих стратегических резервов не видно. Стратегические резервы были задействованы для того, чтобы вести наступление в Харьковской области. Возможно, какая-то еще небольшая их часть готовится к тому, чтобы попробовать что-то аналогичное в Сумской области, хотя здесь уже нет уверенности, что они реально туда пойдут, потому что, я думаю, они в Харьковской области поняли, что это вообще полная жопа и это только потери. Собственно, то, что сейчас происходит в Харьковской области, да, сообразно тому, что я писал в начале российского наступления, там, что есть в России традиция раз в год, раз в два года, раз в полтора года. Ну, короче, раз в год получать пиздюлей на Харьковщине. Вот ровно это сейчас и происходит. Да, конечно, не стоит это представлять как то, что у ВСУ там совсем легкая прогулка, вообще нет и совсем нет. Но, тем не менее, Россия там тратит, сжигает просто огромное количество живой силы, потому что они там не могут поддерживать сами себя техникой, из-за того, что техника на дальних подступах уничтожается, не могут обеспечить нормальную логистику. Поэтому там просто генерируется какое-то невероятное количество трупов российских солдат. Так вот, либо группировка Центр уверена в получении стратегических резервов, поэтому использует свои линейные бригады в наступательных операциях на нескольких участках одновременно, либо перед вооруженными силами Российской Федерации поставлена задача непременно захватить Торецк любыми правдами и неправдами, что вынудило группировку войск Центр бросить последние силы в лобовую атаку. Также, по мнению Мушовца, есть вероятность, что это вообще отвлекающие маневры, предпринятые для отвлечения внимания от наступления на другом направлении. Ключевым сроком для завершения этих операций он называет конец июля-начало августа, когда должно завершиться развертывание ударных группировок в СРФ, при условии, что у них остались необходимые ресурсы для этого, в чем у меня большие сомнения. Вот, к сожалению, как сейчас выглядит Торецк, Россия вновь стирает с лица земли город, который не может захватить, и это очередное чудовищное проявление российских оккупационных войск в России, которая пришла якобы освобождать людей. Но на самом деле мы видим, что происходит. Мы видим, что они убивают людей, стреляют ракетами по детям, убивают сдающихся военных, нарушая международные конвенции, конечно, активно закидывают бомбами просто в жилые города. Сейчас это происходит в Старецком. Зетканал Войн ДВ публикует видео флаговтыка в центре урожайного на Времевском выступе. Как утверждается в описании к ролику, его флаг установили бурятские штурмовики на 37-й МСБР 36-й общевойсковой армии. Флаговтыки, как известно, дел такое. Воткнуть не проблема, сложнее защитить. Поэтому традиционно это не считается кем-либо вообще доказательством каких-либо успехов. Плюс урожайное, оно довольно вытянутое, и на самом деле там еще большое количество территории под контролем ВСУ. Ну как под контролем ВСУ? Все эти серые зоны, такие же как Рабойтно. Помните, Россия рассказывала, что Рабойтно захватил? Ну вот вы можете регулярно в Зетканалах увидеть раз в два-три дня, как рассказывают, что в Рабойтно продолжаются бои. Ну то есть, та же история примерно с этой самой, с Клещевкой. Ну то есть, там просто большая серая зона, где заходит какая-нибудь группировка, по ней сразу прилетают из пиведроны. То есть, это все большая серая зона, большая мясорубка, поэтому говорить о контроле со стороны одной или другой страны довольно бессмысленно. В любом случае, урожайное не находится под российским контролем, а флаговтыки это флаговтыки. Впрочем, проблемы у ВСУ действительно имеются, и это не секрет. Более того, мы с вами знаем, что именно проблемы в ВСУ были причиной того, что у России получилось довольно неплохо продвинуться на Торецком направлении, потому что там российские войска подловили ВСУ на ротации, подловили очень и очень сильно. А до этого то же самое происходило и в Очерете. Но украинский военный корреспондент Юрий Бутусов написал колонку о системных проблемах в управлении ВСУ. Коротко, по его словам, высшее командование задает неправильные вопросы, фокусируясь на виновниках потерь и карательных мерах, а не на устранении причин происходящего. По мнению Бутусов, это приводит к политизации управления армией, запугиванию командиров, бюрократизации процесса и подавлению инициативности личного состава. С Бутусовым в этом смысле довольно проблематично, потому что, очевидно, Порошенковский, ну, то есть, как бы без, ну, не то чтобы без негатива, просто я, естественно, не разбираюсь в украинских реалиях, мало чего знаю все такое, но за эти, там, два с половиной года я, конечно, слежу за всеми украинскими военными аналитиками, и Бутусов не раз был пойман на, ну, иногда там просто, забывают удалить какие-то слова лишние, да, из всякого размещалого, иногда совершенно несправедливые звучат от него обвинения, иногда справедливые, ну, то есть, он действительно общается с военными, действительно ездит глубоко, и, в общем, ну, очень жаль, что есть такой флёр прям абсолютной ненависти к Зеленскому, не знаю уж искренней или, соответственно, оплаченной. Это большая проблема для меня, я только на своё мнение претендую, вот когда я там читаю его какие-то рассказы, а я часто читаю, для меня всегда проблема понять, это вот искренний он или неискренний, да, это действительно так, или это вот просто выплёскивается его очередная порция ненависти. Это проблематично, при этом невозможно отрицать, что Бутусов действительно много делает, и поэтому его мнение тоже важно, поэтому я думаю, что то, что он описывает, действительно имеет место. Другой вопрос, в каком масштабе, и другой вопрос, какой долей это занимает в проблемности, которая сейчас есть у вооружённых сил Украины. В любом случае, хорошо, что журналисты, в том числе Юрий Бутусов, обращают на это внимание и, собственно, публично об этом говорят. Возможно, это поможет устранить проблемы, потому что надо понимать, что во время войны критика это неплохо, критика это очень хорошо, потому что как раз публичный взгляд со стороны, он часто помогает увидеть те вещи, на которые надо обратить внимание. Мы видим, что в УСУ всё не идеально, мы видим, что есть проблемы. Это понятно, естественно, потому что страна два с половиной года в абсолютно форсированном режиме, в осаде, с проблемами с экономикой, естественно, потому что на них напал агрессивный, гигантский вообще диктаторский, уже даже не страна, а такой конгломерат, потому что там и Иран уже в этом задействована, и Северная Корея в этом задействована. Поэтому, естественно, проблемы есть, естественно, проблемы есть с людьми, Естественно, проблемы есть и в руководстве, есть генералы, которые, как Содель недавний, да, вот тоже большая была история, которые, ну, просто все радовались, кого я знаю в украиноязычном пространстве, что он был отставлен. Короче, не углубляешь детально в украинские проблемы, не потому что там их нет, а потому что я просто, ну, не в материале, потому что невозможно было бы настолько детально следить за двумя странами сразу, да, я в основном слежу за российскими проявлениями, хочу сказать, что действительно не надо воображать себе нынешнюю войну, как вот там, я не знаю, Россия стачивает войска у России, там есть проблемы с мотолыгами, они действительно есть, есть проблемы с техникой, они действительно есть, есть проблемы с экономикой, все такое. И вот есть Украина, у которой все хорошо, у которых достаточно войск, у которых достаточно снарядов и все замечательно. Нет, это не так. У Украины тоже куча проблем. Часть из них объективного характера, часть из них, потому что действительно иногда принимаются не очень правильные решения или есть проблемы с конкретными начальниками и так далее. И вот кто в этой войне на истощение сможет грамотнее разрешить те проблемы, которые не носят объективного характера, тот, я думаю, победит. Я думаю, что это будет Украина, потому что за эти два с половиной года они доказывали свое умение решать даже самые тяжелые проблемы и справляться с самыми тяжелыми задачами. Ну а теперь перейдем к российским проблемам. И вот здесь мне есть что рассказать, потому что как раз я очень глубоко в материале. И, собственно, два с половиной года у меня два направления. Первое это в целом боевые действия, понимание, что происходит на линии фронта. И это как раз характеризуется, как правило, сводками и не сводками. Я не являюсь профессионалом в этом, не являюсь военным аналитиком, но за эти два с половиной года я внимательно слежу за другими военными аналитиками и впитываю, надеюсь, как губка, способ анализа информации. А вот второе это, конечно, я слежу за российской армией, за российское государство, которое фашистское оккупационное на данный момент. Но, конечно, гораздо больше, чем, не знаю, какие-то официальные лица могут рассказать люди, которые искренне тоже пытаются исправлять проблемы внутри России, правда, не понимая, что это не получится сделать из-за другой системы. Но, тем не менее, Кашеварова написала гигантский пост о проблеме с ранеными военными, которых обратно отправляют на передовую. Как вы помните, она уже заходила на эту тему, но в прошлый раз она была вот довольно в последнем шаге от правильного вывода. Она рассказывала, что вот есть это много, это системно, но, говорит она, это конкретные командиры, тыры-пыры, восемь дыры. Значит, чем в итоге там и как история развивалась? Помните, она рассказала про одно из подразделений, где люди на костылях буквально записали видео, что их отправляют на передок, Кашеварова об этом рассказала. Ей сказали, что все будет улажно, она написала, мы все уладили, а потом через неделю оказалось, что их все равно на передок отправили, половину в подвал зайцев, половину на передок. Она такая, о нет, как же так, как же так, неужели это не работает? Ну вот, значит, наконец-то пришло какое-то понимание, и вот она написала гигантский пост о том, как эта проблема устроена. Я вам его проведу целиком, потому что действительно это, наверное, самое подробное описание и подтверждение огромного количества сообщений военных аналитиков уже не про российских, о том, что у России есть проблема с личным составом. Итак, поехали. В целом, про что она пишет? Она пишет, что большинство раненых российских военных не проходит реабилитацию, и, в общем, дальше она дает подробности, с которыми нужно ознакомиться. Итак, реабилитации большей части бойцов после средних и тяжелых ранений нет. Абсолютное большинство после госпиталя и отпуска признают ограниченно годными на военно-врачебной комиссии в части и вновь отправляют на фронт. Те 3 миллиона рублей, которые бойцы получают за ранения, не хватит на то, чтобы собранная медиками рука или нога вновь функционировала. На одном из совещаний в прошлом году Министерство обороны заявило, что 98% раненых вновь встают в строй. И ведь не врет военное ведомство, однако не потому, что с медициной все в порядке, а потому, что недолеченных, на костылях, с нефункционирующими конечностями, без глаза, глухих, вновь направляют служить. Инвалидность бойцы с ампутированными конечностями могут получить, а остальным практически невозможно, но и эта инвалидность многим ничего не дает. У нас есть несколько случаев, когда лежачий боец после операции просто превращается в овощ, не потому что плохие хирурги, а потому что нет реабилитации. В госпиталях не хватает специалистов, а Минздрав до сих пор не пришел на полноценную помощь участникам СВО. Ни один процесс не выстроен до автоматизма, до конвейерного уровня, когда все четко и отлажено. Также недавно прислали видео из военного госпиталя в Каменке. Огромные очереди хирург принимает один, да и та, по словам ребят, опаздывает к началу рабочего времени. В день принимает 5-6 человек. Ребята толпятся в коридоре и на улице в любую погоду, ходят ежедневно неделями, чтобы попасть на прием. Разве это рационально? Даже если отбросить эмпатию и мыслить как государственный механизм. У вас десятки, а то и сотни бойцов неделями стоят в очередях, хотя могли бы уже получить диагноз, пройти реабилитацию, погулять в отпуске и вернуться в подразделение. Но нет, они тратят время на ожидание, чтобы потом без ВВК и отдыха их сразу кинули в бой. До сих пор не налажен процесс ротации. Взамен раненого бойца ставить некого. Или из-за отсутствия запаса, или из-за отсутствия системы. Боевые задачи множатся. Сверху командиры стучат по голове. Давай результат, давай результат. Почему не заняты позиции? А ему людей откуда взять? Вот и гонит всех подряд. Хотя это совершенно бессмысленно и безрезультатно. Система прохождения военно-врачебной комиссии и получения направления на отпуск или реабилитацию вообще нелогичная. Чаще всего боец должен после госпиталя вернуться в часть, пройти в ВВК, туда же предоставить направление на операцию или на реабилитацию. Если даже командование реализует его права, получается, ему надо после части еще куда-то ехать. Вот и мотаются больные ребята туда-сюда, тратят силы и время. Хотя логичнее было бы проходить ВВК сразу в госпитале. Сразу из госпиталя направиться на реабилитацию. Автоматически оформлять отпуск в ожидании операции и для восстановления после нее. С категориями годности вообще все тяжело. Категория Г – временное освобождение с рекомендацией по дням отпуска. Часто эти рекомендации по срокам не соблюдаются. А бывают и ситуации, когда за этот отпуск состояние бойца не улучшилось. Значит, надо снова госпитализировать, проходить ВВК и т.д. Конечно, этим никто не занимается. В категории В ограничено годен, даже сами медики зачастую прямо прописывают, что человек с такой категорией не пригоден для несения службы в зоне активных боевых действий. В рекомендациях ставят запрет на ношение тяжести, при этом бронежилет весит не меньше десятки, запрет на высокую двигательную активность и т.д. Но таких ребят все равно направляют штурмы. При поступлении раненых в госпиталь существует система сортировки. Кому помощь оказываем в первую очередь, кому во вторую. Но подобная система отсутствует для раненых, которым уже оказали первичную помощь. Нет четких указаний, где должны бойцы ожидать ВВК или операций. Нет четких указаний относительно мест службы для бойцов с категорией В. Да, формально их всех сначала отправляют на полигон, заговаривая зубы, мол, там долечишься. Но это почти всегда ведет к скорой отправке в окопы. И это я даже не беру в случае, когда ВВК намеренно закрывает глаза на диагнозы, чтобы поставить категорию А или Б, пишет Кашеварова. Но главный вопрос, продолжает она, на самом деле не в отсутствии системы реабилитации. Ее можно было бы наладить. Главный вопрос, есть ли для этого люди и желания у власти? Вчера была новость, что замминистра обороны говорила о диспансеризации бойцов. Это звучит как насмешка, когда тяжело не просто категорию инвалидности добиться, а пройти реабилитацию. Если у бойца с тяжелыми травмами нет покровителя, бьющейся за него жены и денег, то он будет гнить и медленно умирать. Не хватает людей в госпиталях все эти кабинеты по реабилитации ФЗО. Где они? 100-500 бюрократов, принимающих звонки, ни одного сотрудника реально занимающегося проблемой. Огромная страна, клиник просто на каждом шагу, и до сих пор мы не можем справиться с медицинским сопровождением. До сих пор в ростовском госпитале ребята ждут отправки неделями, месяцами и теряют конечности, а то и жизнь. Хотите со мной поспорить или пожаловаться? Прежде придите ко мне домой, и я вам наглядно покажу то, о чем я вам говорю, пишет Кашеварова. Я не сомневаюсь, что домой к ней придут. Как раз, как вы помните, в моем списке она значится следующей после Стрелкова. Но тут 13-й ворвался недавно в бой, я вчера делал про это видео, и тоже там поматерил Владимира Путина, поэтому вот они будут, конечно, соревноваться. Хотя 13-й так в розыске. Но, может, и поймают. В любом случае, как вы видите, это не какой-то либерал написал, это не какой-то анонимный телеграм-канал, это Z-блогер Шика Шеварова, которая занимается подробно этой проблемой. Вот, вот как бы ее свидетельство. И мне кажется, довольно явная характеристика того, о чем, опять же, много говорилось, что в России вообще нет медицины для военных, и на линии фронта золотой час всегда просирается, и потом многие раненые остаются ранеными и уже становятся калеками. Что не мешает их потом все равно отправлять в бой, но они довольно быстро помирают. Поэтому, если вдруг вы захотели осуществить прелести войны и пойти записаться в российскую армию, знайте, что ваша траектория будет выглядеть примерно так. Другая интересная история с жалобами участника СВО, как они называют это. Супруг активистки жен мобилизованных записал видео в защиту своей жены, как вы помните, про это тоже мы рассказывали. Вчера, когда Руслан про это рассказывал, я говорил, что это довольно дебильно было, потому что он записал видео, где он заблюрил лицо и изменил голос. И это бред, потому что, ну, Паулина, вот эта вот, жена его, говорит, что это мой муж. Власти, конечно, блядь, знают, кто ее муж, но это дебилизм. Собственно, ровно это и случилось. После записи обращения он пропал, о чем сообщает сама его жена. 11 июля активистка движения жен мобилизованных Паулина Сафронова выложила, собственно, ее видеообращение своего мобилизованного мужа. В видео мужчина защищает свою супругу от тех, кто обвиняет ее в инагентстве. После этого Сафронова сообщила, что связь с ее мужем потеряна. Его телефон у него отобрали и отправили на проверку из-за того самого видео. Довольно все, мне кажется, очевидно. Но в целом с видео в ближайшее время в России может быть проблема. Наверное, не раскрою вам тайны, если скажу, что... Ой, Россия сказала, что будет замедлять YouTube. Точнее, не так. Значит, Ростелеком сказал, что оборудование изношено, ютубовское, поэтому скоро он будет замедляться. Это неправда. В том смысле, что оборудование действительно изнашивается. Но это не основная причина. Основная причина, они вручную замедляют. Собственно, много специалистов, которые вчера делали замеры, даже те, кто с утра говорил, что они скорее согласны с Ростелекомом, к вечеру уже говорят, что да, они специально замедляют. На этом фоне сообщения о том, что в сентябре это может быть заблокировано вполне правдоподобно. Правда, я не понимаю, на какой черт блокировать, если вы замедляете. Если замедлить YouTube достаточно, то никто просто на нем не будет сидеть, потому что у тебя будут по часу загружаться видео и так далее. Никому это не нужно в современном мире, поэтому этот барьер довольно много людей оттолкнет. В связи с этим, я, во-первых, думаю, куда еще заливать видеоролики, потому что, ну, вы скажете, Майкл, а зачем тебе же в России их смотрели? Мне довольно это важно, потому что, да, одна из целей у меня – это сбора на ВСУ, и эти донаты не идут из России. Спасибо всем, кто участвовал. Вчерашний сбор тоже закрыли. Низкий поклон от солдатов на Купинском направлении. От солдат на Купинском направлении. Значит, но мне важно, чтобы люди не шли в российскую армию. Вот эти все рассказы, как раз, которые я делаю от Z-активистов и прочего, это для этого в том числе, потому что все эти Z-блогеры, они рассказывают, что на самом деле, периодически рассказывают, особенно когда нажираются, что на самом деле происходит вот на фронте. Ну, например, вот этот рассказ Кашеваровой, да, он чем важен? То есть человек, который захочет там на войну, что-то смотрит материалы, как там на войне, но ему попадается ролик, он такой, ай, ай, либералы вонючие, но все равно посмотрю, мало информации не бывает. И слышит это про Кашеварова, идет проверять, смотрит, что в Кашеваровой канале действительно есть, понимает, что есть большая проблема, он может стать коллегой, значит, его кинут в окоп, и не идет в российскую армию. Вот такой примерно план. Это не просто, значит, мои какие-то размышления, это подтверждается иногда прямо людьми, которые мне, собственно, пишут по этому поводу, иногда косвенно, то есть я знаю, что есть дезертиры из российской армии, которые, посмотрев мое видео, в том числе решили из нее дезертировать. Эту информацию мне подтверждал Гриш Свердлин из Идите Лесом, это как раз организация, которая помогает дезертировать. Вот, поэтому важно очень мне добираться до российской аудитории тоже. Будем думать, как это делать. Вот, с одной стороны, я буду думать над другими площадками, с другой стороны, я попробую, ну, пока не хочется раскрывать прям сильно секрет вам, да, но я планирую скоро в течение месяца выпустить VPN, который позволит обходить блокировки. Это будет мой VPN. Мы сейчас над ним работаем. Вот, он будет платный, потому что, ну, чтобы оплачивать сервера, это будет, с одной стороны, способ поддержки моего канала, в том числе из России это можно будет делать. С другой стороны, это будет действительно надежный, быстрый VPN, который будет очень недорого стоить. Вот, поэтому, что называется, ждите анонсов. Тестировать буду сначала его на патронах, поэтому многим патронам, там, от определенного тира он достанется, что называется, бесплатно. Вот, и они будут моими тестерами. Но это дела, которые ждут нас впереди. Проблема, которая остается, это что и на YouTube, и на других платформах есть Z-блогеры, которые продолжают там работать, которые продолжают там выступать, и в том числе собирать донаты на российскую армию. Как вы знаете, Россия на всех площадках блокирует чужое мнение и, более того, заводит на него уголовные дела. То есть, когда вам Z-ники типа Стаса как и просто рассказывают про то, что вот в YouTube цензура, это все херня. Потому что нет ни одной российской площадки, будь то ВКонтакте, Одноклассники, Рутуб, вот эта новая херня, которую они делают, раз что да и которая делает. Ни на одной из этих площадок вы не можете загрузить там мое, например, видео, чтобы оно провисело дольше недели. Да, то есть там самая настоящая цензура. Это написано в том числе в правилах. Более того, ну, когда площадка сама регулирует, это на самом деле не называется цензурой. Цензура называется преследование от государства. То есть, в России, если ты говоришь что-то, что противоречит официальной информации Российской Федерации, то на тебя заводится уголовное дело. Ну, если что-то чувствительное. Вот на меня, например, не только заведено уголовное дело, но есть решение суда. На 11 лет я приговорен к лишению свободы. 11, больше, чем за убийство. За то, что там прямо в решении есть. Значит, я давал ложную информацию о Российской Армии. Какая ложная информация была о Российской Армии? Прямо есть в решении суда. Это видеозапись о том, как российские военные обстреливают атомную электростанцию. То есть там прямо запись. То есть я еще удивлен был, что они не взяли какой-то отдельный из других сводок фрагмент, потому что, ну, где-то мы на словах говорим, да, без видео. И в этом смысле им должно быть проще. Ну, то есть это же неизвестно, правда или нет. Но они прямо взяли тему, где было видео, где есть доказательства и прочее. То есть за то, что я показал настоящие кадры, рассказал про них 11 лет лишения свободы. Поэтому когда вам зетники рассказывают про то, что там где-то цензура, плюйте им в лицо. Ну, как бы, хотя они и сами справляются. У них вечно штаны полны чем-то похожим на шоколад. Но к чему я все это рассказываю? Нужно, безусловно, блокировать любых зетников, любые сборы, которые идут на российскую армию. На площадках Twitch, на площадке YouTube, на всех западных площадках, во всех донатилках и во всем остальном. К сожалению, я давно хотел это сделать, но у меня не хватает на это времени, потому что я занят немножечко другим. Я работаю по конкретным счетам, и это довольно сложно. Там у меня очень узкая группа, потому что нельзя, чтобы туда попал крот, потому что там довольно хитрым образом мы это все делаем. Не суть. Появился телеграм-канал, который называется «Ящик Пандоры». Ссылку на него я оставлю в описании. Я знаю, кто его делает. Я знаю, что это за проект. Я просто не помню, насколько публично этот человек говорит, что он на него делает. Где? Собираются большое количество аудитории, вычисляются, все кидают, собственно, истории, где, на какой платформе находится тот или иной Z-блогер, и, соответственно, делаются коллективные действия для того, чтобы обратить внимание площадок на существование тех или иных людей. Вот. Поэтому я вас призываю, если у вас есть свободное время, вы мне часто пишите, типа, «Майкл, как помочь? Вот там я тут заэтника нашел, тут заэтника нашел». Все, появился механизм «Ящик Пандоры». Заходите, подписывайтесь на этот телеграм-канал. Это не запрещено, ничего. Он не связан ни с какими нежелательными организациями, ни с какими уголовными. Со мной даже не связан. Это не мой канал. У меня нет на это времени, к сожалению. Поэтому подписывайтесь и, соответственно, помогайте в этой деятельности. Я буду вам лично очень за это благодарен. И я думаю, вы сами понимаете, что это довольно важно, потому что вот эти вот и раненые бойцы, и все на свете, во многом Россия не может обеспечивать их, поэтому они делают различные сборы и прочее. И вот все эти блогеры, и вот этот вот гуманитарщики, да, это прям большая проблема. У них сейчас подсели сборы, потому что часть перестала их делать, ставшие им карты все время блокируют. Часть просто, типа, как это, воровало деньги, и они были облечены. Часть говорит, что сейчас мало стали донатить. В общем, давайте бить по этой точке сильнее, потому что это реально то, что помогает российским военным. В общем, буду рад, если вы это сделаете. Вот, видите, много времени уделил, мне никто не платил за рекламу и все такое. Просто мне, правда, кажется, это довольно важно. Будем блочить Z-блогеров на западных площадках. У ящика Пандоры, несмотря на то, что он появился вот-вот совсем недавно, уже есть довольно успешные кейсы. Давайте сделаем их больше. Из неприятных новостей, оказывается, Британия таки не разрешала бить своим вооружением по России. Именно оборона Великобритании отрицает разрешение Украине применять переданное оружие, а именно ракеты Штумшеду и Скальпы и G по международно признанной территории Российской Федерации. Как пишет Телеграф в британском военном ведомстве, считают, что это может привести к эскалации конфликта. Ранее новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил обратное, и что украинская сторона имеет право распоряжаться поставленным ею оружием для обороны так, как посчитает нужным в рамках международного законодательства. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки эта ситуация разрешится, и как-то это устаканится, потому что в Великобритании уже несколько раз было противоречащее друг другу заявление. Надеюсь, что как бы вот эту всю херню вообще с эскалацией в ближайшее время сможем мы и жить, потому что эскалацию как раз порождает отсутствие адекватного ответа на действия России. Чем больше России позволяется, чем больше Россия может делать без последствий для себя, тем больше будет с ее стороны эскалацией. Так работает агрессор. Агрессор не понимает умиротворения, агрессор понимает только силу. Интересные фотографии самоделок с линии фронта, которые напоминают Безумный Макс, или здесь было бы уместно интеграция одной игры, одной фри-то-плей игры. В общем, телеграм-канал Уголок Ситха публикует подборку созданных российскими умельцами баги с модификациями, напоминающими постакоплиптическую франшизу Безумный Макс, отмечает инсайдер, который делает сводки, на которые я часто ориентируюсь. Вы видите их перед собой, не сводки, но баги. Честно говоря, довольно бессмысленная история. То есть я не понимаю, зачем на небронированную технику ставить вот эти мангалы. То есть мангал максимум может иметь смысл сверху для защиты от сброса. По бокам от FPV-дрона это довольно странно, потому что при подрыве все равно типа чуваку голову размножит, и мы много раз это видели. То есть буханки с мангалами, лодки с мангалами, все это не сильно помогает. Но тем не менее вот наваривают и наваривают дальше. Крупная история с упавшим Суперджетом. Самолет Суперджет-100 упал у села Пирыча в Подмосковье. Об этом пишут каналы База, Шот и 112, да и уже есть подтверждение, куча есть фотографий. На борту находились три члена экипажа. Выполнялся переготочный или тестовый рейс после как раз ремонта. В сети уже появились кадры падения самолета Суперджет в Подмосковье, но дальше история начала развиваться довольно интересно. Замглавы Росавиации Андрей Добряков заявил, что разбившийся в Подмосковье Суперджет-100 летел без разрешения. Об этом писал телеграм-канал Авиаторщина и опубликовал отрывок видеоконференции с представителями Минпромторга, в котором Добряков вот это вот все несет и говорит, что лайнер вылетел без разрешения с аэродрома Объединенной авиастроительной корпорации, которая не является гражданским. По словам чиновника, Росавиация теперь будет плотно работать с Минпромторгом. Честно говоря, это выглядит как бред абсолютный, потому что если у вас угон самолета, то как бы протоколы, которые действуют, они совершенно другие. Вот Z-канал Андрей Медведев пишет, что тоже это странно, надо же, оказывается, пишет он, что полет Суперджет не был разрешен. Когда начинает судорожно сообщать нечто подобное, это сразу наводит на мысль о том, что кто-то пытается прикрыть свою пятую точку, зачеркнутая недоработку. Как это самолет может вылететь без разрешения? Тем более испытательный полет, за которым всегда пристально смотрят, и за каждый прокол следует наказание, задается он вопросом. Что на самом деле могло быть? Так что внеплановый полет, скажем, сроки ремонта затянулись, экипаж, вероятно, не прошел весь цикл подготовки. То есть, проще говоря, летчикам устно поставили задачу, давайте протестируйте самолет, и чиновники, ответственные лица, понимают, что все это может обернуться, чем все это может обернуться для них. Поэтому и возникает тема про несогласованный полет. Типа, летчики-испытатели, что, сами самолет угнали? Не удивлюсь, если документы на вылет самолета сейчас спешно оформляют задним числом. Не стоит делать виновными погибший экипаж. Это неправильно и некрасиво, пишет Андрей Медведев. Ну и дальше еще смешнее. Зетканал, повернутый на Зетвойне, тоже удивленно пишет следующее. Надо напомнить чиновникам Росавиации, что при угоне самолета необходимо вводить план ковер с забрасыванием камней в воздухозаборники, перекрытием ВПП, тяжелой техникой, ограничением воздушного пространства. И это правда, это действительно так работает. Но гораздо интереснее не то, кто понесет за это ответственность. Гораздо интереснее то, что происходит ровно то, о чем говорилось и на этом канале, и на многих других, что российская авиация первая почувствует проблему, связанную с санкциями, потому что, ну, в этих же суперджетах, например, они же никакие ранее импортозамещенные, хотя об этом много говорилось, там двигатели французские, а все остальное тоже откуда-то понатыкано. И вот, короче, теперь это все не обслуживается, дополнительные запчасти с Запада не поставляются, есть по параллельному импорту и прочее. И проблема в том, что у России просто скоро весь этот авиапарк не будет пригоден для полетов, и уже сейчас, садясь в российский самолет или в самолет, который вообще в России, который обслуживается в России, вы рискуете, потому что там сильно снижены требования к безопасности. И эта проблема будет лишь нарастать. И почему она заняла так много времени, вот почему этого не стало происходить там в первый год войны, потому что на самом деле, к сожалению, параллельный импорт и обход санкций, он много позволил несколько растянуть это, но все равно это нагоняет. И на самом деле, вот все эти прогнозы экономистов, над которыми принято смеяться, там вообще, ну, зря смеетесь, потому что это все будет, все это будет, и разрушение банковской системы, и глобальный дефицит бюджета, и тотальная инфляция, это все уже происходит. Это уже происходит просто время, которое на это понадобилось, оно больше, чем это представляли всевозможные экономисты, потому что они исходили из того, что санкции будут строго соблюдаться, в том смысле, что следить Запад за санкциями будет строго. Оказалось, что он не так строго за ними следит, и поэтому Россию удается растягивать немножечко время, удваивать, если хотите, время, когда они с этими проблемами сталкиваются в отдаленной перспективе, да, и поэтому вот, ну, слушайте, собственно, наше видео с Владимиром Миловым, которое будет уже завтра. Но это говорю не только я, это говорят из Z-ники, например, вот объясняет Гнидовка, Ридовка это такой Z-ресурс, я ее называю исключительно Гнидовкой, вот что они пишут. Еще полтора года назад наши коллеги писали о том, что промедление с освоением ремонта франко-российских двигателей SAM-146, на которых летают российские самолеты, может привести к большой беде, но ВОЗ и ныне там. Российские сервисные центры не могут проводить капитальный ремонт этого двигателя, а SG-100, сухой суперджет, все еще летает не на российских по D-8. Уже скоро большая часть суперджетов будет прикована к земле из-за дефицита двигателей, речь о считанных годах. Так, по прогнозам, к концу 2030 года в эксплуатации останутся всего 28 старых суперджетов из более чем 150. Но у нас нет времени даже до 230-го, суперджет с российскими двигателями должен полететь как можно раньше, ведь потребуется время на налаживание массового производства и на ремонтаризацию уже имеющихся бортов. В июне сухой суперджет, СТОС с номером 970-03, оборудованный уже российскими двигателями, прошел частотное испытание, но до первого полета еще достаточно далеко. При этом, это предварительная оценка, и специалистов на ее полет полностью не потребует еще на воздушном суде, поэтому пока в августе сохраняется необходимость в ударе и жима в рейбе от лечения, с этим нужно срочно что-то делать. Я вам больше скажу, я знаю тему российской авиации, потому что там есть мой любимый проект МС-21, который, мы ведь, вечный, абсолютно никогда не достроится, не будет никаких российских двигателей, забейте. то есть, надежных российских двигателей не появится. Так что, эта проблема, она будет нарастать, поэтому, летая на самолетах внутри России, имеете в виду, что вы очень и очень рискуете. Ну и напоследок, иллюстрация поговорки, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Более полумиллиона россиян остались без света после коллапса энергетики в южных регионах. На юге России более 500 тысяч человек остались без электричества из-за аномально высокой температуры, которая привела к коллапсу энергетики. По данным Минэнерго, отключение электроснабжения уже затронуло более 325 тысяч человек в Краснодарском крае и 226 тысяч в Ростовской области. В ведомстве объяснили это высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами. Ну, знаете, никогда же такого не бывало, чтобы летом жарко было. При этом власти Ростовской области сообщили о ряде аварий на объектах энергетической инфраструктуры. В частности, по словам губернатора Василия Голубева, авария произошла на Новочеркасской ГРЭС. Кроме того, на ситуацию повлиял плановый ремонт одного из блоков Ростовской атомной электростанции, а также аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Это привело к потере около 1 тысячи мегаватт. Также, по словам Голубева, в результате атаки украинских беспилотников из строя была выведена электроподстанция в Родионово-Нисватайском районе. Ну, если про Ростовскую область еще можно понять, то в остальных регионах я замечу, что еще никто никого не атаковал и никого не бомбил. Это не помешало России отключать энергию для своих граждан. Люди уже протестуют, например, в Махачкале, потому что отключение электричества им не очень понятно. И, естественно, если бы Россия не воевала, то есть, казалось бы, это все напрямую там и самолеты, и электричество не связано напрямую с войной. Но если бы Россия не воевала, у нее было бы огромное количество средств, которыми можно было бы решить эти проблемы просто за секунду или предотвратить их заранее. Но нет, Россия предпочитает убивать людей в другой стране и лишать их электричества, умышленно лишать электричества огромное количество людей в Украине. Потому что Россия государство-террорист, государство-оккупант и государство-фашист. Однако все это будет зеркалиться на саму Россию И это каждый должен понимать Чем дольше идет война, тем в том числе будет хуже самой России А с вами был Майкл Найке Патреон снизу Под ним будет ссылка на ящик Пандоры Заходите, присоединяйтесь к группе, пожалуйста Ну и конечно оставлю ссылку на сводки инсайдера Которые замечательные Я узнал, кто за ними стоит И я понял, почему они замечательные Вот, поэтому вообще highly recommended Пользуюсь сам И вам совет И у меня жена в таких ходит Все, до скорой встречи, всего доброго, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok